Друзья мои, сегодня у меня новый рецепт супа. Это кето суп. Здесь у меня хашлама с мясом. Вот сколько мяса. Тут у меня для птиц какая-то пшеница пожаренная. Смотрите, что здесь нужно сделать. Здесь прежде всего нужно что? Хорошенько это пожарить. Чтобы оно потушилось. Даже вот до красного цвета. Давайте будем мешать на таком масле топленом. На топленом масле. И на топленом масле у меня жарится. Знаете, что? Моя красивая картошка из корня сельдерея на маслице. Посмотрим. Похоже на картошечку. Знаете, как это вкусно? Это на два дня я себе делаю. Только не съем. Только не надо кушать. Умеет свою порцию вот эти. Один раз можно покушать и все. Много не хочет джаны, душа. А это у меня сначала лук я пережарила. Затем сельдерей на терку. Вот это корень. Добавила... Что еще добавила? Чеснок. Оно пахнет так чесноком. И вот этот баргарский перчик. Сейчас я, знаете, что буду делать? Это суп из цветной капусты. И вот это рис. Рисовый суп из цветной капусты. Понимаете? Вместо риса будет что? Вот это цветная капуста. Только что я ее в блендере перетерла. Сливки потом надо добавить. Вместо сливок у меня сметана будет. Сюзми йогурт по-турецки. Так, у нас рыбка вчера была. Как я вам ее не сняла? Какая рыбка была? И креветки были тут остались. И красную я жарила. Гости у нас вчера были. Вот. Нет. Это не то. Это креветка. С овощами. Ну, вкусно. Такая голодная почему-то. Вот. Сюзми йогурт. Вот такой. Мы сейчас будем добавлять вместо сливок сыр моцарелла. Вкусный суп покажу потом. Я закончила свое волшебство. Такой суп у меня вышел. Я его импровизировала. По сути, этот рецепт с курицей. Но я не хотела сюда добавлять курицу. Посмотрите, какой красивый. Это знаете, что плавает? Укроп. Это плавает укропчик сухой у меня есть. Я добавила сюда грибы. И вот эта вот капуста, которая импровизирует рис. Какая прикольная. Сейчас я вот так возьму себе. Этот суп я знаю, что мне придется самой его кушать. Но смотрите, как же это красиво на топленом масле. Боже, ну какое у меня питание офигительное. И это, во-первых, полезно. Я никогда не знала. Вот. Как говорится, учит время. Вот видите, какая она капусточка? Вот так добавим ее рисика. Полезное же это все. И вот моя получилась сгоревшая чуть-чуть картошка. Картошка. Ничем не отличается от картофеля. Сельдерей. Значит, тестирование прошло. Будем мы добавлять, покупать завтра сельдерей. Хоть он и пригорел, но это очень вкусно. Вчера у меня была подруга, и она мне сказала, что Светлана, я тебя не видела где-то 3 недели, даже больше. И ты, говорит, так хорошо выглядишь. А на видео, которое ты доставляешь, ты очень плохо выглядишь. Ты не умеешь себя снимать. Поэтому я сейчас начинаю снимать себя по-новому, постараюсь. Наверное, нужно так, да? Вот так вот нельзя. Потому что, говорит, ты, говорит, выглядишь моложе. А так плохо, когда снимаю. Вот поэтому такая и страшная получаюсь. Вам не нравится. И опять с очками. Зашли мы в этот магазин. И я выбираю. Смотрите, какие классные очки. Что это за марка такая, Versace? Посмотрите. Не его какой классный. Тоже мой achtый. У меня естьzen. Светлана. Оригинальный. Светлана. Горо. Нравится. Это какой-то цифра? я почти все перемерила. Знаете, какие мне понравились вот эти. Посмотрите, что это за марка, я не могу понять. Я себя померю и покажу вам. Посмотрите, скажите, что это не мои. Лисички. Мне понравились следующие такие очки. Просто обалдеть. Так еще что померить? Мамуш купил, а сейчас жалеет. Ой, вот это вот интересный. Я купил, я купил, я купил. Я купил, я купил. Я купил, я купил. Я купил, я купил, я купил. Я купил. Я купил, я купил. У меня купил, я купил. Оглочник 5х. 5х? Мы запрыгнем. Мы закрываем тебя. Прада Мой никто не хочет покупать Прада 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 У нас сегодня такая интересная прогулка, купили домашние яйца, знаете, яйца, куры-то в саду, травку кушают. Знаете, какие полезные эти, вот, наши, мои мужички, что-то прохладно стало, вот, мои дорогие, что мы делали, мой муж купил себе очки, купил очки себе в итоге, мы походили так по магазинчикам, хорошо, что я одела вот это вот свое, ну, можно и так, наверное, носить, да, Такое вот, так им понравилось это платье, вот, море неспокойное, а оно здесь хоть не дует в парке, кто вообще, что я могу вам рассказать? Хотели, спросила там, кто яйца продает, продают ли они куры. Продавец яиц сказал, что у него 200 штук кур, и он не продает куры, только для этого. Так хотелось бы курочки, суп с курочкой домашней. Муж. Чем там, там, разболтался? Как красиво, посмотрите, какие краски у меня в телефоне, обалденные. Смотрите, как красиво. На самом деле, так и не так все. Небо темно-темно, а сейчас такое красивое. Что-то погода портится. Твой любимый ресторан, классно здесь, романтично здесь. В воскресенье людей нету. Где люди-то все? Люди! А я с яйцами домашними. Море тоже такое беспокойное. Приятного вечера всем! Набережная такая оживленная. Ресторан, я имею в виду. Небо такое красивое. Все работает. Все пооткрыто. Людей не так уж много посещают в ресторанах. Мы сейчас заходили в магазин и смотрели, там мясо 500-600 лир. Жир 250 лир. Все перетапливают, да, животный жир. 250 лир. Вот. Никто не покупает. Вот такие вот цены. А вчера мой муж ходил... Ко мне подружка пришла, да, мы так вкусно поели. Я захотела очень креветок. Не захотелось. И он муж пошел на базар. Купил полкило креветок. Осьминога купил кольцами. И сказала пожарь там. И он еще добавил рыбку. Барабульку. Мы так хорошо посидели с салатиком. Ой, так вкусно поели. Потанцевали. Так время провели. И вот он за все это заплатил 550 лир. 550 лир. 50 лир пожарить. Вот. И столько всего было. А мясо... Вот килограмм стоит 500. Конечно, выгодно рыбу. Смотрите, как со себя. А вот и я. С яйцами. Волосики отросли у меня уже. Вот. Спасибо. Игорь Михайлович. Продолжение следует...